Президент США Джо Байден одобрил поставку Украине противопехотных мин, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников. Издание отмечает, что этот шаг должен укрепить украинскую оборону перед лицом наступления российской армии. По словам одного из источников, Киеву передадут нестойкие мины, которые деактивируются в течение нескольких дней или недель, что делает их менее опасными для гражданского населения. Кроме того, украинская сторона, как утверждается, пообещала не устанавливать мины в густонаселенных районах. Мины должны будут использоваться только в границах Украины, преимущественно на востоке страны. Ранее администрация Байдена отказывалась отправлять в Украину противопехотные мины из-за высокого риска, которые они представляют для мирных жителей. Но в районах, где проведена эвакуация и передвигается лишь российская армия, применение таких мин вполне допустимо. Что случилось? Почему все это происходит? Российской генерации, векорному главнокомандующему Владимиру Владимиру Владимировичу Путину, обращение. Мы, мансующие в исковой части 29 звезд, 97, 1008 полк, выполняем их задачи по закреплению на всем пути Крещевка Донецкой Народной Республики. При проведении указанных задач на ее объятии, командный полк, не организована артерийская подготовка и не подана артерийская артерия противника, а также не организована контрбатарейная борьба и полное отсутствие радиоэлектронной борьбы против беспилотных противников. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это правильно. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Нарушение требований боевого устава в Украине Российской Федерации при потере личного состава от 10 до 35% от общего количества личного состава проразделения является небоеспособным. Выходя из вышеизложенного численности 1008 полка на данный момент, составляет 25-30% живой силы от штата из Ницы. Это численность полка. Представляете, кошмар. В связи с колоссальными потерями личного состава полка, осуществляется в исполнении военнослужащих по контракту, которые не издаются приказом о назначении на воинские должности и назначаются с недоносной спиской личного состава. Записи военной билеты не вносятся, личные дела пустые. 4. Личному составу 1008 полка в завершении ведомственных приказов Министерства обороны денежные удовольствия плачутся не в полном объеме. А в некоторых случаях и наслужащих не уплачиваются денежные удовольствия в полном объеме аж до трех месяцев. Вот так жирные попы из гундяевской секты мотивируют российских оккупантов на новые подвиги. Вот они возненавидели нас. Вот эти укропы, да, там, где-то сочинили, выдумали, были русские люди, просто переделали. Поэтому этот враг, он должен быть уничтожен. Потому что он придет сюда, он здесь вселит то же самое в наших детей, и мы тоже станем на порог саморазрушения. Это духовная скрепа. Кто проиграет, тот и будет виноват. Тот и будет агрессором, тот и будет платить. Ну, прямо скажем так. Тот, кто одержит победу, с того взятки глаз. Зависит, как говорится, от итога войны. Если по каким-то причинам, не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Надеюсь, все вернемся живы-здоровы. Ну и главное, с победой. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил. Не важно, виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. И наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит. Фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Смотрите, нужно разделять понимание. То есть, да, мы понимали. С другой стороны, никто не верил. То есть, это тут как бы... Часто про войну говорят полномасштабную. Верил или не верил. Понимал, не понимал. Вот мне кажется, нужно разделять эти вещи. Мы, военные, в целом понимали. Возможно, не масштаб. То есть, понятно было, что что-то будет. Допускали вариант захвата Юга. Ну, например, вератолетный десант под Киевом. Это даже в самых таких каких-то фантастических сценариях мы не допускали. Думаю, во многом Кремль на этом сделал ставку. То есть, он понимал, Кремль, что в Украине не допускают такого варианта. И пошел на этот ход для того, чтобы охватить Киев в первые дни войны. У них этого не получилось. Вот, как-то так. Но до этого высшее политическое руководство Украины говорило о том, что сконцентрировано порядка 140 тысяч российских войск на границах с Украиной. И, в принципе, этого недостаточно для такого блицкрига. Россия, очевидно, рассчитывала на то, что этих войск хватит. На то, чтобы захватить всю Украину и, в первую очередь, столицу. Действительно ли эта цифра была настолько нереальной? На что рассчитывала Россия, по-вашему? Смотрите, Россия не хотела воевать. Россия хотела провести операцию, военную операцию. Это проводят очень многие страны. Контртеррористические, антитеррористические всевозможные. Военные операции и так далее. Например, когда Америка проводит операцию, это не называют войной, это называют операцией и так далее. Воевать нельзя, он запрещает воевать. Кто не воюет, проводит операции. Теперь они были уверены, что, вот как у нас был на юге потерян изначально Херсон, сегодня, слава богу, уже возвращен, освобожден, но фактически там какие-то небольшие отряды украинской армии были разбиты, ТРО тоже небольшие отряды были разбиты, город был занят. Задумка была, что насколько быстро войска, их войска, включая их Росгвардию, заходят в Киев, сопротивления особого не будет. Один из верных шагов, который приняла украинская власть, я считаю, что это действительно, он сегодня ретроспективно, если смотреть, это раздача в первый день войны оружия всем. Да, у этого были свои сдержки, конечно же, там и преступные группировки получили оружие и так далее, и были случаи friendly fire, огонь по своим, так как люди неподготовлены и так далее, но в массе своей город оказался вооружен, и город смог дать отпор. Теперь для того, чтобы провести действительно операцию в масштабах такой большой страны, как Украина, Украина большая страна, 140 тысяч или даже 180-190 тысяч цифр, которые называли, этого недостаточно. Если вы действительно воюете, но опять же, я повторюсь, они не планировали воевать, потому что они не планировали и не рассчитывали, чтобы действительно сопротивление со стороны украинской армии. Я сейчас, кстати, выношу за скобки вооруженный народ, ТРО, добровольцы, сотни тысяч добровольцев, которые пошли в первые дни вторжения, конкретно регулярные части ВСУ, они рассчитывали, что они не будут воевать. Даже вспомним обращение Путина, когда он сказал, что в Киеве сидят нацисты-наркоманы, и обратился к вооруженным силам Украины, это такое вот нетипично для него, он такие заявления не делает, и сказал, берите власть в свои руки, мы будем с вами договариваться. То есть, как бы, подразумевая, вот, организуйте там военную хунту, и мы с вами договоримся, вот, и так далее. То есть, видимо, даже сам Путин считал, что вооруженные силы Украины, они, ну, страны пророссийские в той или иной степени. Вот. Поэтому расчет был, да, провести спецоперацию против непокорной, как они считают, субъекта, бывшей части Российской империи, а не именно войну полномасштабную. Конечно же, для войны такого количества людей недостаточно. Когда вы выстраиваете систему авторитарную, то, естественно, нет никакого фидбэка, нет никакой обратной связи. Когда у вас есть система, где нет сменяемости власти, вы находитесь в придуманном обществе, вы находитесь в обществе, в котором вы сейчас фантазировали, там, допустим, есть глубинный народ, и он всем доволен, допустим. Есть Украина, где там какие-то есть нацисты-наркоманы, а в целом там все братья меньшие, в кавычках, или там какие-то неправильные русские, вот. Или, например, есть злой анат, который строит козн. Или там этот золотой миллион и так далее, или как-то миллиард. Путин озвучивал, это же как бы бреднее, казалось бы, из бульварных газет, но это на полном серьезе озвучивалось. То есть они за 20 лет диктатуры выстроили в Кребле какой-то вот мир, который им казался правильным, верным. В этом мире, конечно же, не было Украины как субъекта, тем более с своей армией, своим народом, со своим видением, с желанием самоопределения и жизни и так далее. То есть они вообще не рассматривают такого варианта. Это реальная сила, национальная, какая хотите. Потому что он надорвется в этой войне многолетней. Надорвет свои экономические силы. Все это потом приведет к каким-то конфликтам внутри России, кровопролитной мыши, будем видеть апокалипсис такого масштаба, о котором русские даже не подозревают. Но это может быть. Вот и все. Либо исчезнуть. То есть либо помочь России погибнуть вместе с собой, либо исчезнуть, если хотите. Вот и вся альтернатива. Пока что речь идет о том, что Украина борется, создавая условия для последующей цивилизационной гибели России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова